Клуб отпраздновал свое 97-летие. Сегодня вы поучаствовали в праздновании дня рождения. Какие эмоции, особенно перед матчем с Енисеем? Ну, конечно, эмоции самые положительные и это для нас дополнительная мотивация выиграть завтра. А так, праздник отлично. Может какая-то разгрузка перед игрой нам помешала. Наверняка слышал о том, что «Спартак» не очень часто радует в дни рождения результат. «Мианжи-03» проигрывали, «Тосно» вылетали из полуфинного кубка. Обсуждали ли это в раздевалке или не думаете? Я не знал этого. Ну, такого точно не будет на этот раз? Точно такого не будет с Енисеем? Конечно, я не могу предсказать, завтра все посмотрим. Насчет второго клуба. 97 лет. Самое яркое событие в истории клуба для тебя. Может, с которым ты связан или неважно? Наверное, это шампионство последнее наше. Что первое приходит в голову, потому что я уже был в «Спартаке» тогда. И это реально грандиозно было. А «Спорт-24» вот эти ребята писали после матча с «Костовом», что был жесткий разговор у Коннова с руководством. А разговор с командой был у кого-то? Ну, конечно. Олег Говорич с нами поговорил после игры. И на повышенных тонах тоже. Поэтому никто не остановился в зоне после матча? Я не знаю. Он, кстати, вам говорил о том, что нужно остановиться? А? Он вам говорил, что нужно остановиться? Ну, у нас в «Престаше» есть. А то он пообещал? Пообещал разобраться с этим вопросом. Он, значит, разберется. Какой-то дополнительной мотивации дает, что «Енисей» тренирует «Ленчев», «Титок»? Нет. В принципе, мы уже играли в первом круге. И знакомый, понятно, тренерский штаб, но дополнительной мотивации это не создает. Скоток сейчас в турнирной ситуации, при которой нельзя больше терять очки. Насколько будет неудачным сезон, если вы все-таки не сможете попасть в Лигу чемпионов? Давайте посмотрим, мы попадем или нет. А там уже будем разговаривать. Сейчас я ничего не смогу сказать. Ну, забыли уже поражение от «Цейска»? Ну, конечно. У нас следующие игры впереди. Нам надо о них думать, а не о прошлом. А баннер бить ли на трибуне «Б»? Я не особо прочитал, там неразборчики были. Вот у нас перемен требуют наши сердца. А почему вас так, что попросили не говорить про рыбалку? А? Это шутка была такая. А что за шутка? Я не знаю, честно, я на рыбалку не увлекаюсь, честно. А как вам действительно понравилось высадка деревьев? А? Ну, необычно было для меня это впервые, поэтому прикольно. Почувствовали объединение с природой? Да. А кого это? А? А кого это? Ну, вот. Можете передать? Это непередаваемо. Спасибо. Вообще вот такая атмосфера, да? Сейчас болельщики на трибунах, музыка. Ну, не каждая тренировка в такой атмосфере проходит. Завтра игра с командой, которая идет на последнем месте. Нет из-за этого какого-то расслабона? Ну, музыка, болельщики, весело. Ну, только что же спрашивали про наше положение в турнире таблицы, поэтому про расслабон точно никаких мыслей нет. Такого нет реально. А, кстати, музыка не мешала тренироваться? Может, команд не было слышно? Да нет, у нас уже громкие голоса было все слышно. А Енисеи вообще видели в этом сезоне какие-то игры? В первом кругу мы с ними играли, так посмотрел немножко. Это единственное, что удалось посмотреть? Ну, конечно, готовимся к каждой игре. Конечно, посмотрели, все разобрали. У Спартака обычно в первом тайме много болевых возможностей, которые они всегда получают стерилизовать. Учитывая, что Енисея, скорее всего, будет играть там всей командой в защите, наверняка будет еще тяжелее. Ну, да, наверное, будет тяжело. Конечно, как и со всеми командами. Слабых команд у нас в чемпионате нет. Так что, поэтому, конечно, тяжело будет. Постараемся выиграть, забить побольше мячей. Саша, так получилось, что ты начинал сезон основным, да? И теперь один с другим выбыли и Тема, и Саша Селихов. И ты снова стал основным. А с ребятами поговорил об их травмах? Может быть, они тебе посоветовали, чтобы ты, не дай бог, не травмировался? Конечно, я не разговаривал о травмах, в принципе. Но это футбол, это жизнь, ничего не поменяешь. Значит, буду я играть и выкладываться на 200%. А что ты сам чувствовал, сидя на лавке, не будет, честно, на втором? Не то. Что ты сам чувствовал, когда перестал попадать в снос в ста? Ну, это, наверное, дополнительная мотивация была для меня работать еще больше. И чтобы тренерский штаб дал мне шанс. Для меня это была дополнительная мотивация, так сказать. Получается, пока сейчас Тема и Саша лечатся, опыт передаешь молодым уже ты. Что советуешь ребятам, которые? Я пока еще ничего не могу передать. Слушай, Шиго вернулся, и вот сразу вот такие два матча непростых для него. Но это тяжело морально, после такой травмы вернуться именно так. Как в команде его поддерживают? Да, поддерживают всячески. Ну, конечно, да. Тяжелый был Игорь, но он пропустил полгода. И это нормальная ситуация. Он об этом не думает. Сильно, я думаю, он с этим справится 100%. Мы поможем ему в этом. Завтра особые в центре обороны вариантов нет. Джеки и Жиго будут играть, скорее всего. С Мойлем ты как? На английском, на французском? Может быть, что-то такое? На английском и на французском. Даже французском? И на русском. И на футбольном. Петя, ты на французском что-то знаешь? Ну, oui. Спасибо большое. Спасибо большое.